Президент Турции Эрдоган и его семья вовлечены в преступный бизнес, организованный совместно с террористами ИГИЛ. Заявили сегодня в российском Минобороны и привели доказательства. Огромное количество фактов, подтверждающих это, сообщили на специальном брифинге. На него пригласили почти сотню иностранных атташе и более 300 журналистов. Итак, масштабы поражают. В сутки в Турцию в Сирию везут по 200 тысяч баррелей нефти, которые фактически крадут на территории Сирии и Ирака. Чтобы представить наглядно, это примерно полторы тысячи бензовозов. Раджеп Тайпердоган после таких данных оказался в весьма непростом положении. Напомню, на днях он заявил, что готов уйти в отставку, если предоставить доказательства того, что Анкара закупала нефть у боевиков. Репортаж Тимура Сиразиева. Новые данные Министерства обороны заинтересовали журналистов со всего мира. Здесь рекордное количество репортеров, причем большинство из них представители иностранных СМИ. В начале брифинга российские военные объяснили, почему уничтожение незаконного канала поставки сирийской нефти одна из приоритетных задач. Вставшему на дыбы монстру международного терроризма можно противостоять. Для победы над ИГИЛ необходимо нанести мощный и сокрушительный удар по источникам его финансирования. Терроризм без денег – это зверь без зубов. Вот почему ИГИЛ так оберегает инфраструктуру воровской нефтедобичи в Сирии и Ираке. Факты, которые говорят сами за себя, военные раскрывают секретные данные. Результаты разведки, наблюдения со спутников и беспилотников. На карте Сирии обозначены три маршрута, по которым террористы транспортируют нефть. Первый начинается около города Рака, пролегает через провинцию Алеппо и заканчивается на территории Турции. На этих снимках колонны грузовиков. Здесь более тысячи цистерн, заполненных нефтью. Водители знают, что за ними следят, поэтому бензовозы маскируют под фуры, а передвигаются ночью. На видеоролике наглядно видно беспрепятственное пересечение границы автофургонами. В этом месте граница со стороны Сирии находится под контролем банформирований террористической группировки Джибхата Нусра, которая свободно пропускает на территорию Турции автоцессерные и большегрузные фуры, загруженные емкостями с нефтью. Конечная цель маршрута – турецкие порты Дертойл и Искандерун. Часть нефти переливают в танкеры, часть продают турецким бизнесменам. На снимках цистерна с нефтью, стоящей около морских причалов. Второй маршрут начинается у города Дейр-Эзор и ведет к нефтеперерабатывающим заводам в турецком городе Батман. Третий маршрут проходит через северо-восточную часть Сирии и ведет к нефтеперерабатывающим заводам в Турции и Ираке. В то время, когда мировые лидеры в Париже обсуждают проблемы экологии, террористы, по сути, сводят их старания на нет, закладывая в Сирии бомбу замедленного действия. Нефть добывается варварским способом. На этих снимках видно, что после себя террористы оставляют вот такие озера, которые в будущем могут стать причиной экологических катастроф. Военные показали снимки, сделанные в течение двух месяцев. Все они доказывают, преступный бизнес налажен давно и с размахом. Эти же данные российские специалисты передали своим коллегам из США. Уничтожение бензовозов со стороны коалиции не отмечается, пока мы видим только увеличение в три раза количества стратегических беспилотных летательных аппаратов. Учитывая, что удары коалиции, возглавляемые Соединенными Штатами Америки, мы не наблюдаем. Передаем места скопления наливников, работающих на ИГИЛ, привязанные к конкретным населенным пунктам. В год доходы от контрабанды превышают 2 миллиарда долларов. Ежедневно свыше 8 тысяч цистерн перевозят более 200 тысяч баррелей ворованной нефти. Для сравнения, Дания добывает в сутки 167 тысяч баррелей, Йемен — 145 тысяч, Туркмения — 239 тысяч. Российская авиация нанесла серьезный урон преступникам. Уничтожено 32 нефтеперерабатывающих комплекса, десятки нефтехранилищ и более тысячи автоцистерн. Доходы этой террористической организации от преступного бизнеса составляли не менее 3 миллионов долларов в день. Умножьте это на 4 года. После наших ударов доходы террористов снизились до полутора миллионов долларов в день. Вместе с тем, Банк формирования продолжает получать значительные финансовые средства, а также оружие, боеприпасы и иную материальную подпитку для своей деятельности. Однако в одиночку победить преступный нефтетрафик очень сложно, а учитывая, кто именно стоит за этим бизнесом, практически невозможно. Военные обратили внимание и на тот факт, что сын президента Турции — глава крупной энергетической компании, а зять — министр энергетики. Основным потребителем этой краденной у законных хозяев Сирии и Ирака нефти является Турция. По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечено высшее политическое руководство страны — президент Эрдоган и его семья. Мы неоднократно говорили об опасности заигрывания с террористами. Это всё равно, что подливать масло в огонь. Пожар из одной страны может переброситься на другие. Именно с территории Турции в Сирию поступает оружие, боеприпасы и новые отряды террористов. Только за неделю, по данным разведки, в турецко-сирийскую границу перешли более двух тысяч боевиков. Рассказывая о поддержке террористов Турции, российские военные подчеркнули. Отставка Эрдогана не является нашей целью. Это дело народа Турции. Наша цель и цель, которой мы призываем вас, уважаемые коллеги, с совместными действиями перекрыть источники финансирования терроризма. Сегодня, рассказывая о подпольной нефтяной империи, ИГИЛ и участии в этом турецкой стране, военные выражались жёстко и прямо. В конце брифинга они объяснили, почему. Я, возможно, из личных резок, но от рук турецких военных погибли наши боевые товарищи. Военные подчеркнули, что это лишь часть имеющейся у них информации. Скоро они представят новые факты, которые доказывают, кто и как поддерживает террористов ИГИЛ. Тимур Сиразиев, Сергей Злотаев, Николай Волков, Первый канал.